Второе занятие. И мы остановились на том моменте, когда в 21 главе 10 стих говорит, что Бог приводит, говорится о том, что Бог приводит Духом Святым пророка, невзирая на то, что в этом доме уже были четыре пророчествующих сосуда. И Агав, взяв пояс Павла и создав себе руки, а это было пророческое действие, он не подошёл к Павлу, не сказал ему, так говорит Господь апостол Павел, или просто там Павел, обращаясь к нему лично. Нет, он вошёл в дом, взял ремень, пояс вернее, и сказал, что так говорит Господь. 21.10. И войдя к нам, взял пояс Павла и, связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой. Видите? Про говорит, так говорит Дух Святой. Мужа, которому принадлежит этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников. Он не сказал, что Павел, тебя в Иерусалиме свяжут, так говорит Дух Святой. Почему Дух Святой не называет личность конкретно апостола Павла, а обращается к присутствующим через такие пророческие действия и через такие слова? Потому что Дух Святой, Он всегда, Бог всегда предоставляет нам возможность выбора. Мы можем знать, какие действия произойдут, и можем принимать решения, соответствующие тем, что нам открыто Духом Святым. Он не сказал, что Павел, тебя свяжут. Он сказал мужа, которому принадлежит этот ремень, так Иерусалиме свяжут. Ну, понятно, если это мой ремень, то это может быть по отношению ко мне, естественно. Но это не значит, что, ага, если ремень-то мне принадлежит, и меня могут там связать. Бог и не сказал, что Павел, тебя обязательно там свяжут. Нет, мужик свяжут. Как бы неопределённое действие, которое может произойти из-за того, что вот ремень лежит, и тому, кому принадлежит, это произойдёт. И Павел мог принимать решение не ходить. Тем более, тем более, в следующем стихе мы читаем, что происходит. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние, что сделали? Просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Все обратились с просьбой не ходить в Иерусалим. Дух Святой говорит, что это произойдёт, если он пойдёт. Какова же была реакция слышавших? Они попросили, это была просьба его сослужителей. Прислушался ли к этой просьбе, к этому совету, и то, что говорил Дух Святой Павлу? Нет, напротив. Павел ответил, что вы делаете, плача и сокрушая моё сердце? Была интересная реакция. Что же это вы делаете, плача и сокрушая моё сердце? Ага, Павел заговорил о его собственных чувствах и эмоциях, что они сокрушают его сердце. Он не просто констатировал факт, он предупреждал, что если будет вот так, муж тот, кому принадлежит, пойдёт в Иерусалим, то произойдёт вот это вот. Послушай, пожалуйста, мы сейчас рассматриваем конкретный стих, в котором мы видим, что Духом Святым через порога было открыто. Что было открыто? Что это произойдёт? С тем человеком, которому принадлежит пояс. И выбор этого человека, идти или не идти, принадлежит всё же ему. Есть сослужители, рядом с ним идущие в Иерусалим. Павел, не надо тебе ходить. Советуют ему, просят до живого не ходить. Ученики его просили до этого 7 дней. 7 дней они находили. И 7 дней им было открыто. Кем было открыто? Духом Святым тоже было им открыто. Не ходить в Иерусалим. Виктор, ученикам тоже. В течение 7 дней они говорили ему, увещевали, что им Духом Святым было открыто. Не ходить в Иерусалим. Пророк приходит, говорит, не иди в Иерусалим. Ну не то, что не иди в Иерусалим. Вот так произойдёт, если ты пойдёшь. Там не сказано, не иди. Там не сказано, не иди. Он сказал, так произойдёт. Слушай дальше. Подожди, подожди, не торопись. Хорошо. Но, но, он говорит, что они сокрушают его сердце. Что он готов даже, говорит, я готов не только быть связан, но и умереть в Иерусалиме ради имени Господа Иисуса Христа. А нужна ли смерть служителя, который нужен Господу? Его смерть нужна? Да, он готов. Мы все должны быть готовы ради имени Господа умереть. Но у Бога может быть совершенно иной план. Поэтому он посылает учеников, пророков, пророчествующих, говорит, предупреждает. Он не насильник. Он говорит, что будь такие, так и… Он направляет, он предупреждает, он возвещает. Почему? Потому что его предназначение было благостать язычником. А куда он идет? В Иерусалим. Там кто? Иудеи. И он говорит, что я готов. Да я, да что, ребята? Это же сродники мои. Я готов даже жизни за них положить. И он говорит, что я не жалею своей жизни. Я готов даже жизнь свою положить. А вы меня сокрушаете. И умереть. Быть связанным, умереть в Иерусалиме ради имени. Но, есть одно но. Мы должны быть всегда готовыми быть к абсолютному послушанию кому? Тому, кому принадлежит наша жизнь. Это должно быть красной линией записано в сердце наше, как основополагающее доктринное учение. Быть послушным Господу. Быть в абсолютном послушании Ему. То, чего Он говорит, то, чего Он хочет. Поэтому, Он Духа Святого посылает, который есть утешитель, утешит, наставит, ободрит, будущее возвестит. А будущее возвестит, говорит, не ходи туда. Подожди, мы еще не закончили. Возникает тогда вопрос. В самом Писании мы найдем ответ на этот вопрос. Было ли вхождение Павла в Иерусалим совершенным Божьим планом, совершенной волей Божьей, чтобы он туда пошел и принял смерть? Ну, не смерть, а, как сказано, что свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки кого? Язычников. Кто свяжет? Иудеи. 14 стих, 21 главы, Деяния апостола. Написано. Не убедив же его, мы успокоились и сказали. Что они ответили? Да будет воля Господня. Это стандартный ответ. Никому ничего не надо убеждать. Уговаривать, заставлять что-то делать. Как можно человека заставить покаяться, если он не хочет покаяться, не хочет веровать в Господа Иисуса Христа? Ведь написано, никто не может ко мне прийти, если его не призовет Отец мой. Человека нельзя заставить покаяться. Можно рассказать, свидетельствовать, все, но заставить что-то сделать. Мы вообще не являемся теми, которые штурмом берут, царство Божие или силой. Откройте, пожалуйста, 21 главу, 17 и 13 стих, 33 стих. 21 глава, Деяния апостолов. 17 стих по 33. Я прочитаю. Павлу очень хотелось рассказать братьям в Иерусалиме, какое у него служение, что Бог через него совершил, чтобы они знали, что ему предлежит делать, чтобы за каждого из них... Сейчас, давайте сначала прочитаем. По прибытии в нашим Иерусалим братья радушно приняли нас. Радушно. На следующий день, 18 стих, Павел пришел с нами к Иакову, и пришли все пресвитеры. И, поприветствовав их, он изложил подробно собрание. Мужей Божий сидит, и он подробно излагает, что сотворил Бог среди язычников через его служение. Они же, выслушав, прославили Господа и сказали ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все являются ревнителями закона. Они все вдавлены о тебе, что ты учишь всех иудеев, живущих среди язычников, отступничество от Моисея, говоря, не обрезывать им детей и не поступать по обычаям». Что же тогда получается? Конечно, сойдется множество, ибо услышишь, что ты пришел. «Поэтому сделай это, что мы тебе говорим. Сделай это, что мы тебе говорим. Есть у нас четыре человека, имеющих на себе обед. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки за них, чтобы они обрили голову. И узнают все, что те слухи о тебе ничего не значат». То есть, что он там учит отступничество от Моисея, от закона. «Притом ты и сам подобающе ходишь, соблюдая закон, что те слухи о тебе ничего не значат, притом ты и сам подобающе ходишь, соблюдая закон». «А не писал ли Павел, что тот, кто пытается соблюдать закон, тот должен весь закон исполнить? А можно ли его весь закон исполнить?» Говорит, невозможно. «Невозможно его весь закон исполнить». Говорит, обрезание ничего не дает. И не обрезание ничего не дает. Обрезание сердца, да, он говорил. Это учил. Он написал потом в многих посланиях. Уже откуда писал? Из мест лишения. Когда он уже был. Дальше читаем. «Тогда Павел, взяв тех мужей на следующий день, очистившись с ними, вошел в храм, уведомляя об окончании дней очищения, когда будет принесено за каждого из них приношение». Рассказывая о своем служении, приняли ли они свидетельство Павла? Нет. Почему не приняли? Если бы приняли, они бы не предлагали ему сделать то-то и то-то и то-то, что ты ревнитель закона, соблюдаешь закон Моисеев, не приняли. Потому что Иисус, когда пришел и свидетельствовал, он говорил. Что Иисус сказал? Говорил иудеям. «А вы свидетельство нашего, не говорил даже моего, а говорил в множественном числе, нашего, не принимаете». Приняли ли они свидетельство апостола Павла? Не приняли. Павел к кому пришел? К своим. Иисус к кому пришел? К своим. Свои приняли Иисуса? Не приняли. Хорошо. Было ли сделано приношение Павла за себя, за тех четверых? Было сделано. А Иисус разве не сделал за нас всех приношение? Разве Иисус не принес себя в жертву за нас на Голгофском кресте? Вообще, какое нужно еще приношение было делать, если апостол Павел все это прекрасно понимал? Нужно ли было ему доказывать там, среди всех братьев, все эти доктрины, все это учения, которые записаны, и сегодня мы читаем в Новом Завете? Приняли были они все эти учения, доктрины, потому что он уже поднялся в своем понимании многих вещей на более высокий уровень, чем то, что они ему предлагали. Очистись, возьми, приношение соверши, и все узнают, что ты соблюдаешь закон Моисеева и прочее, прочее. Он даже не стал с ним возражать что-то, и говорит, хорошо, молча проможал, и это сделаю. Смирюсь, и это сделаю. Но есть одно но. Давайте откроем 22 главу, 17 стих, по 21. Но прежде чем ее открыть, я вам прочитаю. Прочитаю, что дальше произошли, какие события. 21 глава, 27 стих. «А когда эти семь дней должны были закончиться, когда Иудей и Исасий, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, восклицая, мужи и израильтяне, помогите. Это тот человек, который учит всех повсюду против народа, то есть народа иудейского, израильского. И закона, закона с большой буквы, и этого места. И еще эллинов он привел в храм и сквернил это святое место, и поперед тем виделись с ним в городе Трофима, Ефесянина. И полагались, что Павел привел его в храм. И весь город был взволнован, и сбежался народ. И схватил Павла, вытащили его из храма. Схватив Павла, вытащили его из храма. А двери точно были заперты. Не было уже отступления. Когда же они намеревались убить его, дошла весть до тысяченачальника, что весь Иерусалим охвачен волнением. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился к ним. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взяв его, и приказал связать двумя цепями. И спрашивал, кто он такой и что совершил. В народе же одни кричали одно, а другие другое. А когда он не мог из-за шума ничего узнать достоверно, он приказал доставить его в крепость. Дальше я читать не буду, вы дальше сами можете прочитать, но я верю, что вы все это все читали в дальнейшие события. Речь идет о чем? Что иудеи вытащили его из храма, били, связали его все, и в конечном итоге, как говорил Дух Святой, придали его в руки римлянам, язычникам. Придали они в руки его? Придали. Пришел он в Иерусалим? Пришел. Встретился с братьями? Встретился с братьями. Братьями. Яковы, братья, пресвитеры. Откройте 22 главу Деяния апостолов. С 17 по 21 стих прочитаю вам. Это слова, когда Павел, обращаясь к народу, говорил им, рассказывал. Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами. Услышав, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще больше утихли. И он произнес. И он начал свою речь. И вот в 17 стихе, все это речи, которые записал евангелист Лука, мы читаем. Случилось же мне, возвратившись в Иерусалим, да, он пришел, встретил Иваку с бритвитерами, предложили ему, чтобы он совершил этот семидневный обряд очищения, он рассказывает им, случилось же мне возвратиться в Иерусалим, и во время моей молитвы, там Павел не просто очищался, он там же также и в храме молился, имел общение через молитву с Господом, где написано, и во время моей молитвы в храме я пришел в забытие. Греческое слово «экстазис» – это захопление, захват, экстаз, запол, самозабытья, забытья, замылывание. То есть когда он пребывал как бы в забытие, понимаете? Не просто в экстазе, не просто в каком-то иступлении, что он чуть ли не помнит, что с ним происходило. «И во время моей молитвы в храме я пришел в забытие и увидел его». То есть во время молитвы у него было видение. Как это мы читаем, как это записал евангелист Лука. «И увидел его, говорящего мне, что, как я слова сказал, в видении ему Господь Иисус. «Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что не примут твоего свидетельства обо мне». В 18 стихе говорит, Иисус Господь говорит Павлу в храме, уже когда он совершал этот обряд, говорит «поспеши, поторопись и скорее выйди, выйди скорее из Иерусалима, потому что не примут твоего свидетельства обо мне». Услышав такие слова, в видении, когда Господь ему сказал, реакция Павла, «а я сказал, Господи, они знают, что я заключал в темнице и бил в синагогах тех, кто веровал в тебя, и когда проливалась кровь Стефана, свидетель того, я сам стоял там и одобрял его убийство, истерег одежды, убивающих». Это записанное, я бы сказал, евангелистом и Луковой тезисно. Понимаете? Ну, я так понимаю, что там были пререкательства апостола Павла по отношению к тому, что сказал ему Господь Иисус. «Поспеши и скорее выйди из Иерусалима». А Павел на чём доказывает? «Да ты чё, Иисус, они же все меня гнали, то есть, вернее, я же все христиан гнал, и они знали, они всё видели, что я даже когда Стефана побивали, стоял, и всё, начинают ему доказывать. Иисус ему говорит, «Поспеши и скорее выйди из Иерусалима, потому что они примут твоё свидетельство». А он ему начинает доказывать, «Да ты чё?» Помните, как Моисей на горе горел? Говорит, «Да я косноязычный, да я не смогу, да ты чё?» Всё. Бог уже чуть не возгневался на Моисея, помните? Он его посылает вывести внутрь, а он начинает там приводить доводы, что он не сможет, да у него не получится, да он косноязычный и вообще прочее. Точно так же и Павел. Ему Иисус говорит, «Поспеши, скорее время, коротко, каждая секунда дорога». А он начинает там словоприняйствами разводить и доказывать ему. И ещё одни слова Иисуса сказанные в адрес. «И он сказал». Он. С большой буквы написано? Ну, правильно, с большой. В синодальном переводе с большой? Правильно. И в оригинале с большой. «И он сказал мне, иди, ибо я пошлю тебя далеко к язычникам». Он выслушал все эти аргументы Павла, доводы. И, тем не менее, сказал. «Быстренько. Собирай свои вещи и на выход». Исполнил ли то, что говорил ему Иисус? Поспешил, поторопился или нет? Помните, Пётр, когда в темнице спал? Пришёл ангел, его будет. Тут, не знаю, где его поезд, где ремень, где оба и всё. Тут быстрее выходи. Или как те ангелы пришли, чтобы из Содома вывезти лото. Уже солнце, уже скоро прольётся, а он не торопится. Павел говорит ему. Ну, они сами его вытащили. Он не вышел из храма. Они, как написано, мы прочитали. Иудеи вытащили его из храма и дверь закрыли. Павел не вышел. Он не сделал то, что Иисус говорил. Слушайте дальше. Почему? Как можно кого-то куда-то послать, если он не делает то, что ему говорит сам Господь Иисус сейчас? Был ли план у Бога послать его в Испанию, далеко к язычникам? Мы слышали, Павел об этом говорил, что он намерялся пойти даже в Испанию. Помните? Даже в Испанию. Почему этот план не осуществился? Потому что, не выйдя из Иерусалима, его связали, и больше он не увидел чего? Свободы. Он до конца дней своих оставался в заключении, писал послание, и даже во 2 Тимофея 4.6 написано, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия наступило. Он не пошел далеко к язычникам, как его посылал, говорит, я пошлю тебя далеко к язычникам, далеко к язычникам. Все. Смотрите, я это сейчас использую, один интересный журнал, называется «Восстановление». Журнал, учебный журнал для пасторов. Хороший журнал, прекрасный. С удовольствием многие читают пастора. И вот здесь интересные такие слова в этом журнале. Это видение Рика Джойнера. Он говорит дальше. «Затем меня потянуло», то есть, когда он был восхищен в духе на небеса, говорит, «Затем меня потянуло посмотреть на тех, кто сидели на тронах, мимо которых мы проходили». Тут мой взгляд упал на одного человека, в котором я узнал апостола Павла. Когда я вновь посмотрел на Господа, он качнул головой в знак того, что я могу поговорить с ним. «Как долго я ждал этой встречи», сказал я, чувствуя себя немного неловко, но вместе с тем восторженно. «Я думаю, что вы знаете, какое сильное влияние оказали ваши послания на церковь. Возможно, они и по сей день совершают намного более всего остального, сделанного другими людьми. Вы по сей день являетесь одним из величайших светильников на земле». «Благодарю вас», ответил он, благословно качнув головой, «но вы и не представляете, с каким нетерпением ожидали встретить вас. Вы являетесь воиной последней битвы, и вы те, кого каждый здесь хочет увидеть. Мы видели эти дни лишь смутно, через наше ограниченное пророческое видение, но вы были избраны жить в эти дни. Вы те воины, которые были приготовлены для этой последней битвы. Вы те, кого все мы ждем. Чувствуя себя так же неловко, я продолжал. Продолжал. У меня нет слов, чтобы выразить свое восхищение вами и всеми теми, кто помог нам выбрать правильный курс своими жизнями и посланиями. Я знаю так же, что у нас впереди вечность, где мы будем делиться своими восторгами, поэтому, пока я здесь, позвольте мне спросить, что бы вы сказали моему поколению, что поможет нам в этой битве? Я могу сказать лишь то, что уже сказал в своих посланиях. Возможно, вы поймете их лучше, если вы будете знать, что я не смог достичь ничего из того, к чему был призван. что я не смог достичь всего из того, к чему был призван. Был ли он призван к язычникам, благорестовать язычникам? Был. Сказал Павел, решительно глядя в мои глаза. Но вы находитесь здесь на одном из самых величайших и величественных тронов. Вы по сей день пожинаете больше плода для жизни вечной, чем кто-либо из нас может и мечтать, возразил я. По благодати Божьей я сумел завершить свое течение, но вместе с тем я не смог полностью оправдать своего призвания. я не достиг тех высших целей, к которым мог прийти. Я знаю, что некоторые рассматривают как богохульство любое высказывание, оставящее под сомнение то, что я являюсь самым великим примером христианского служения. Но я был честен, Виктор, пожалуйста, но я был честен, когда написал при конце своей жизни, что я был величайшим из грешников. Я говорил не о том, что я когда-то был величайшим из грешников, но что именно в тот момент я был таковым. Мне было дано так много, и я использовал так мало. Да. Когда Бог заповедает нам «иди, и ты не идешь», и Он посылает «пойди», и Он идет в другую сторону, тогда Бог говорит «не ешь с этого дела, а мы едим», то можно ли назвать это послушанием Господу? Нельзя, конечно. Если Бог говорит «поспеши скорее и выйди скорее из Иерусалима, не примут твое свидетельство». Вышел Павел? Не вышел. Остался он связанным? Остался. Да. Была благодать особая даже когда он был связанный. Да, он свидетельствовал, да, он делал, но он сам говорит. Я не говорю, что это Библия. Я говорю, что это откровение того человека, он говорит о том, что у него было великое предназначение апостола Павла. Но из-за вот этих вот вещей, которые были связаны с тем, что он попал как бы, я бы сказал бы, в ловушку. Мы пришли, пригласили, мы сказали, сделай то, то, докажи нам, что ты ревнитель закона, что ты соблюдаешь закон, и пошло и поехало. Не надо никому ничего доказывать. Если Бог тебя призвал к чему-то определенному, делай, как и сказал Иисус кому? Апостолу Петру, когда он увидел, что Иоанн следует за ним. Помните, в последней, самой последней главе, 21 главе Евангелия от Иоанна, когда Иисус после беседы с Петром, они стали отходить, а Иоанн шел за ними, то Иисус сказал Петру, говорит, ты следуй за мной, что тебе до него? Ты следуй за мной, что тебе до окружающих? Я тебе поручил делать определенное дело? Я тебе призвал учить народ мой? Или там пасти овец моих? Или быть евангелистом? Или быть апостолом, или пророком? Ты делай то, что я тебе сказал делать. Что ты взираешь на окружающих? Павел был признан к великим вещам. И не просто к вещам, он был призван к очень великому служению, благоуставать язычникам, что и сделал апостол Андрей, когда пришел в Украину, я верю, что он был на Украине. Это записано, эта история, говорит. Потому что он сказал в отношении Киева, Юрсалим, как и Киев на семи холмах расположен. Он говорил, что сие горы увидят славу Господню. Да, увидят они славу. Обязательно они увидят. Придет великое пробуждение. Киев будет центром пробуждения. Я вам читал пророчества в отношении человека, который увидел там карту всего мира, и было написано Киев. И Одесса тоже там. Над Одессой тоже, как и над Киевом открыты небеса. Бог будет использовать нас, но для этого надо. Что для этого надо? Быть очень послушным. быть Вадимым Духом Святым. Дух Святой, я повторяю еще раз, Он джентльмен, Он утешитель, Он не насильник. Он не заставляет вас ломиться что-то куда-то, потому что, когда они скажут, давай огонь сейчас сведем с неба, Иисус запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа. Вот еще какие слова сказал апостол Павел. Введение. Как же это возможно? Я всегда думал, что вы говорите это из скромности. Истинная скромность и смирение это согласие с истиной. Не бойтесь, мои письма были правдивы, они написаны под помазанием Духа Святого. Тем не менее, мне было дано очень много, и я не использовал все то, что было дано. Я не оправдал всех надежд. Здесь никто не достиг высшей цели, кроме одного. Но ты должен понять это особенно по отношению ко мне, ведь многие до сих пор искажают мои учения, так как у них искаженное представление обо мне. Ты можешь увидеть определенную прогрессию в моих письмах. Я начал с призвания того, что был недостоин стоять в одном ряду даже с наименьшим из апостола. То есть был самым малым из меньших апостолов, затем самым меньшим из святых. Но в конце концов я осознал то, что на самом деле, когда он осознал, когда уже последний день он говорит, что вижу, что отшествия ему близко. Он осознал, что являюсь величайшим из грешников. Я не говорил это от простого смирения, а констатировал факт, горькую истину. Не потому, что он там сидел в тюрьме и согрешал, что-то делал, не то, что Богу угодно. Нет. А потому, что из-за вот этого непослушания он оказался связанным. Он оказался в возможности идти туда, куда Бог его посылал. Кстати, я вам прочитаю, что есть непослушание по Ветхому Завету. Это написано в книге 1 Царств, 15 глава. Да. И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание глаз у Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность, слышите, непослушание, непокорность, такой же грех, как волшебство и противление то же, что и дало поклонца за то, что ты отверг Слово Господа и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. 22, 23, 15 глава. Первое царство. 22, 23. Спасибо. Я почему делаю сегодня акцент в нашем последнем дне учения на этой неделе фокус на послушании. потому что, как говорил апостол Павел, как говорили другие апостолы в своих посланиях, мы можем достичь очень многого. Но если в конечном итоге настолько возгордимся, что у нас такое служение, столько Бог за честь нас совершает. И вот приходим в Юрусалим, и мы говорим всем рассказы, вот посмотрите, сколько через меня Бог совершил, сколько всего сделал. А Он говорит, да не ходи, никому ничего не доказывать, не приму там твое свидетельство. Даже что бы ты не совершил, какой бы ты ни был великий. Поэтому, когда ты мне задал вопрос, а есть ли вы там другие, другие там в отношении этого перевода. Да мне всего, меньше всего интересует, что другие, мне больше Ему угодить, чтобы это было в соответствии с Его волей, с совершенным Его словом, которое вышло из сердца Отца и которое отображено апостолами, Петром и Иоанном, Матфеем, Лукой, Марком, те, кто написал «Послание к евреям», я больше склонен, что это все-таки Аполлос писал или Акила и Прескила. Это не, я так думаю, что это не Павел писал, потому что стиль написания «Послание к евреям», а всех других «Послание апостола Павла» это геометрально противоположное. Все, что там изложено, это такая глубина. Не потому, что Павел не был мудрым, просто манера изложения, манера написания, то, о чем говорилось, это совершенно видно, что написано другими помазанниками, другими людьми. Но сейчас дело не об этом. Это не имеет значения, что он отнесен к посланию апостола Павла, посланию к евреям. Мы там, конечно, все будем знать до конца, но спасение не имеет значения для спасения человека, кто написал какое послание. Важно смысловое содержание этого послания. Точно так же, если вы будете сравнивать стих за стихом второе послание Петра и послание Иуды, вы увидите, что там стихи как близнецы некоторые, одинаковые. Правда, когда переводчики переводили, переводили разные переводчики. Многие стихи разными словами перевели, по-разному. А взять оригинал, посмотрите, сравнить, там просто стихи повторяются. Что еще говорится здесь? Мне было вручено намного-намного больше, чем я использовал. Здесь есть только один, кто до конца верил, до конца повиновался, то есть послушался, и кто воистину совершил все, что ему было дано. Ты можешь совершить гораздо больше того, что сделал я. Мой голос дрожал и звучал неуверенно. Я знаю, что вы говорите правду, но уверены ли вы в том, что это и есть самое важное слово, которое вы хотели бы сказать нам перед последней битвой. Да, я уверен, отвечал он с полной убежденностью в голосе. Я высоко ценю Божью благодать, с помощью которой он так чудесно использовал мои письма. Но меня беспокоит то, что многие из вас неправильно их применяют. Они являются истинной Духа Святого, и они являются Писанием. Господь действительно дал мне великие камни, чтобы использовать их для созидания его вечной церкви. Но они не являются фундаментом. Фундаментальные камни были положены Иисусом. Четыре Евангелия и Деяния. Им одним. Моя жизнь и служение не являются примером того, каким вы призваны быть. Таким примером является один лишь Иисус. Если то, что я написал, будет использоваться в качестве основания, то оно не сможет выдержать вес всего того, что должно быть построено на нем. Дальше здесь очень много всего сказано. И он в заключении говорит такие прекраснейшие мысли. И это было отражение величайшей жертвы, жертвы на кресте. Крест это сила Божья. И он является центром всего того, с помощью чего мы призваны жить на земле. Кстати, совершенно недавно я получил письмо, электронное письмо на английском языке, где рассказывается и приводится рисунок, и цветной рисунок причем приводится, что ДНК крови человека, ДНК, оно в виде креста. Знаете вот эти все ДНК? Даже ДНК? Ну, это такое небольшое отступление. Поэтому нам трудно увидеть большое различие между учениками и язычниками. Это не то Евангелие, которое было вручено нам. Вы должны возвратиться ко Христу. Мы не должны проповедить Евангелие процветания, преуспевания, Евангелие бизнеса, Евангелие там еще чего-то. Есть одно Евангелие, которое было передано, и его нужно познавать. Бог говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь, имели жизнь превосходную. Там нет предлога, еще раз повторяю, и там прилагательное, а не существительное. Жизнь с избытком. Избыток это существительное, предлог с, там его нету в оригинале. И там прилагательное, которое говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь необыкновенную, изумительную, превосходную, чудово-чудную. потому что это и самая превосходная жизнь, жизнь во Христе Иисусе. Там по времени мы еще успеваем. Сколько еще у нас? Пять минут. Поэтому, братья мои, я верю, что то, что сегодня я вам говорил, мы видим, и так мы видим, что мы искуплены, мы не свои, мы его достояние. И послушание ему прежде всего на первом месте, на первом плане должно быть в нашей жизни. Иначе, как и Лука в то время мог написать по-другому, то он написал именно это Духом Святым таким образом, чтобы это отобразить, чтобы оно не исчезло, чтобы это не переделали, не извратили то, что он написал в Деяниях апостолов, чтобы это было принято, но тот, кто хорошо вникает в написанное, мог понять, какие события происходили в то время, почему Лука писал неоднократно о том, что ученики предупреждали, ученики просили, Дух Святой открывал через пророков, сам Господь в конечном итоге в самый последний момент, вы видите, явился ему в храме и сказал нет. Почему? Потому что Павел понимал, то, что произошло, произошло отчасти, я так думаю, из-за его гордости, потому что он хотел доказать иудеям, какие великие дела Бог творит и через его служение. Они приняли его. Может быть, не из-за гордости, я не знаю, я не могу это утверждать, но были какие-то мотивы, почему Павел все-таки хотел прийти в Иерусалим, хотя ему не надо было туда идти. Другое дело, когда Господь Иисус пришел к своим, благоествовал, говорил, открывал, а его не приняли. Почему? Потому что ждали, что Мессия придет по-другому, это будет другой Мессия. Они видели Мессию на коне, завоевателя, Царство устанавливает, там все знаете, помните, как Иуда думал. Не знаю, вместо ли Бога он решил это сделать или по другим соображениям. Трудно мне сейчас говорить, но я просто открываю вам то, что написано. Я не привношу в написанное ничего другого. То, что говорит оригинал. То, как мы можем читать. И я так вижу, что это не был совершенным волей Божьей и совершенным Божьим планом, потому что есть воля Божьей на каждого, благая, угодная и совершенная. Это не было совершенным Божьим планом. Если Бог говорил ему, выйти, я хочу тебя послать, я посылаю тебя, иди далеко к язычнику. Дальше. Речь идет о том, что в зависимости от состояния нашего Духа, Души, пребывая ли мы в мире в шаломе, готовы ли принять иногда то, что Господь хочет нам проговорить к нашему сердцу, открыть наше призвание и предназначение. Но помните всегда, Бог имеет для нас нечто лучшее, чем мы иногда себе даже представляем. И в Его планах, и в служении, которое Он имеет для нас в Царстве Божьем здесь на земле, чтобы благоставать Его Слово, чтобы это Слово распространяло до крови земли. Не только в Одессе, в Киеве или по всей Украине, а даже до крови земли. Потому что Он и хочет, чтобы действительно народ Его ходил в послушание Ему прежде всего. Но послушание начинается со студенческой скамьи. Во всем. Послушание начинается в повиновении, послушании лидеру. Когда Он что-то просит сделать, Он не приказывает, Он просит. И пастырь что-то просит. Кто-то не делает, Он просит другого. Всегда Бог найдет тот, кто сделает то, что в Его планах. Но есть и Слово Рэма. Ибо за всякое праздное слово, которое проголосуют люди, они дадут отчет в день суда. И помните обязательно об этом. Давайте сделаем перерыв и продолжим нашу сессию. Субтитры создавал DimaTorzok